В начале 20 века Эрнест Резерфорд на основе опытов пришел к планетарной модели атома. В центре атома находится положительно заряженное ядро, а вокруг него по орбитам обращаются электроны. В атоме водорода всего один электрон. Так как электроны в атомах движутся с ускорением, то по теории Максвелла они должны непрерывно излучать электромагнитные волны, свет. Тогда, теряя энергию, электрон должен был бы двигаться по спиральной траектории к ядру и вскоре упал бы на него. Атом прекратил бы свое существование. На самом деле атомы и состоящие из них тела существуют. Кроме того, при движении по спиральной траектории электрон должен был бы излучать сплошной спектр. Однако свет, испускаемый атомарным водородом, разлагается в линейчатый спектр. Почему? Еще Макс Планк пришел к выводу, что тела, излучая или поглощая свет, теряют или получают энергию строго определенными порциями, квантами. Их величины пропорциональны частоте световых колебаний. Альберт Эйнштейн развил идею Планка и ввел представление о дискретной структуре света в процессе его распространения. Свет — это поток особых частиц — фотонов. Излучение поглощения фотонов атомами вещества объяснил Нильс Бор. По его теории, электрон в атоме водорода может обращаться вокруг ядра лишь по определенным, дозволенным орбитам. Их радиусы соотносятся как квадраты чисел натурального ряда. При поглощении атомом фотона определенной энергии, электрон переходит на более удаленную от ядра дозволенную орбиту. Когда же электрон переходит обратно на орбиту, более близкую к ядру, происходит излучение фотона. Пребыванию электрона на разных орбитах соответствуют различные уровни энергии атома. Чем выше энергетические уровни, тем меньше разность энергии между соседними уровнями. Сейчас электрон на второй орбите. Но вот фотон перевел его на третью орбиту. Энергия поглощенного фотона равна разности энергии третьего и второго уровней атома. Фотон с большей энергией может перевести атом со второго уровня на четвертый. Каждому значению энергии фотона соответствует определенная частота колебаний поглощаемого света. Таким образом, при прохождении света, дающего непрерывный спектр, через атомарный водород, поглощается излучение определенных частот. В сплошном спектре появляются темные линии. Это линейчатый спектр поглощения. Переход атома на более низкий энергетический уровень сопровождается излучением фотона. Теперь атом излучил фотон больше энергии. Больше и частота световых колебаний. При таком переходе энергии излученного фотона еще больше. Свет, испускаемый разреженным атомарным водородом, также имеет линейчатый спектр. Линии в спектрах поглощения и испускания занимают одни и те же места. Это объясняется тем, что набор энергий фотонов, которые атомы могут излучать, совпадает с набором энергий фотонов, которые эти же атомы могут поглощать. Теория Вора блестяще объяснила излучение и поглощение света атомарным водородом.